Восемь вечера. Начинаем подробности, чтобы вы узнали главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Мандат без прикрытия. Как депутаты отбирали у Онищенко неприкосновенность. И в какой стране он об этом узнал? Янтарная революция. Что стоит за громкими арестами в Ривне? Ликвидация или перераспределение схем? Тарифные войны. Куда советуют нести новые платежки эксперты? Бахус попутал. Мэр Николаева покаялся за то, что встречался с горожанами под шофе. Еще одна встряска друзей Онищенко. Сегодня люди в форме нагрянули к адвокатам, чьи подзащитные проходят по скандальному газовому делу. Что искали и нашли ли о новом витке газового дела Татьяна Винникова? Это адвокаты. Пришли на работу, но дальше двери их не пустили. Люди в черном, сотрудники НАБУ. Пришли с обыском в офис одного из адвокатов нардепа Александра Онищенко Андрею Цыганкову. Его коллеги и сняли это видео. Сам Цыганков заявил, на него давят. Поэтому решил покинуть Украину, улетел во Франкфурт. По разным данным, сегодня нежданные гости сотрудники НАБУ пришли толик пяти, толик шести адвокатам и юридическим объединениям. Так или иначе, связанным с нардепом Онищенко. Почему и что ищут? Пока в НАБУ отмалчивались, правозащитники назвали обыски незаконными и рассказали о них в соцсетях. Это запрещено международными актами проводить обыск у адвоката и непосредственно еще обыск по тем делам, которые адвокат ведет. Там просто забрали все документы, которые у них были, забрали все компьютеры, все венчестера. Правозащитник уверен, НАБУ нарушает 161-ю статью Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой доступ к вещам и документам адвокатов запрещен. Мы приехали на обыск в одно из адвокатских объединений, но детективы НАБУ нас не впустили. Зато внутрь попали представители столичного совета адвокатов. После рассказали, их коллег обыскивают уже несколько недель. На сегодняшний день ничего не было вылечено. Мы смогли показать, что тех документов, которые шукает антикоррупционное бюро, тут не было. Ближе к вечеру в НАБУ прокомментировали свои действия. Провели обыски по 21 адресу, 5 из них у адвокатов. И все это в рамках досудебного следствия. Детективы проводили эти обыски целиком санкционированы и целиком в межах законодательства. Детективы шукали доказы, которые бы свидетели про причетность или про непричетность этих людей до конвертации денег в период реализации данной газовой схемы. Пока обыски еще продолжают. В ответ правозащитники устроили флешмоб в соцсетях. Заявляют, адвокатов нельзя наказывать за то, кого они представляют в судах. В итоге сегодняшних обысков они планируют подать коллективный иск к НАБУ. Татьяна Авинникова, Игорь Сюли, подробности, телеканал Интер. А где найти самого Анищенко? Где сейчас находится нардеп? В Раде его сегодня не было. Генпрокурор уверяет, нардеп улетел в Минск еще 2 июля. Мы попробовали связаться с Александром Анищенко, но безрезультатно на звонки он не отвечает. А вот на своей странице в фейсбуке написал, что сейчас в Австрии решил остаться, чтобы, процитирую, не позволить себя показательно арестовать в зале Рады. Конец цитаты. Также пишет, что там готовятся к Олимпиаде. Речь идет о летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, в Бразилии, вероятно. Но генпрокурор заявил, не исключает, что арестовать нардепа могут и прямо на Олимпиаде. Чуть позже в комментарии украинской правде Анищенко заявил, что Олимпийские игры отменяются. В комментарии другому изданию страна Юэй на вопрос, где же теперь будет жить в России или Европе, Анищенко сказал, сначала изучит, где в мире можно получить статус политического беженца. Предположил, что это может быть Англия. Ну а как в парламенте сегодня решали судьбу Александра Анищенко? Какие аргументы генпрокуратуры звучали с трибуны? Что спрашивали депутаты и как неприкосновенный нардеп стал прикосновенным? Расскажет Екатерина Лысенко. С самого утра в куларах парламента уже ходит антикоррупционный прокурор. В руках представление на снятие неприкосновенности с Александра Анищенко просит депутатов не только лишить его иммунитета, но и разрешить задержать и арестовать их же коллегу. За остальную информацию, в войне в Украине и не в Видне, как сказали. Знаете, я скажу, не могу сказать так много, но я скажу, в Видень через Минск не летают. У депутатов этот вопрос первый в повестке дня. И пока что им не до других решений. У нас решилось не так много времени на этой сессии. Мы должны сделать все для того, чтобы принять законы, которые позволят Украине дальше стабилизовать экономическую ситуацию. Нынешний склад парламенту может войти в историю, как наиболее эффективный. В условиях увеличения тарифов и увеличения цены мы должны принять законы о финансовой поддержке населения, чтобы дополнительные деньги от инфляции в бюджете направить на социальные выплаты. Мы требуем от Уряда скасовать решение о увеличении тарифов. Приняты решения, створения темчасовой следственной комиссии по перегляду тарифов, по заявлению коррупционных оборудов в НАК «Нафтогазе» и «Укргазвыдобувание». Не успели нардепы выступить с заявлениями, как в зале появился генпрокурор. И уже через несколько минут с трибуны зачитывают, в чем подозревают нардепа Онищенко из депутатской группы «Воля народа», а подозревают его в газовых махинациях. Не успел Луценко выступить, как к нему тут же выстроилась очередь депутатов со своими вопросами. Судьбе нардепа Онищенко говорили без него самого. В парламент он сегодня так и не приехал. Часть депутатов представлению правоохранителя аплодировала, другие задавали вопросы. Выявляется, что до пана Онищенко задают вопросы генеральной прокуратуры по договорам, которые были укладены не когда-нибудь при злочинном режиме, а после революции гидности. Кто позволял такие операции на уровне керевництва правоохранных органов? Потому что они тоже были обозначены с подобными операциями. Как бизнесмен может створить группу и распределить два года деньги без государственных деятельностей. И вот к трибуне снова выходит Юрий Луценко. Обещает со всеми разобраться. Всем будет дана оценка, в том числе и деям посудовых осіб. Еще одно очень важное. Эта справа и лишь первая сигнальная справа против газовой мафии. Несмотря на долгие обсуждения и сомнения найти голоса, парламент все же проголосовал три раза. Первым решением лишили избранника иммунитета, вторым разрешили задержать и третьим арестовать. А спикер продемонстрировал чудеса оперативности. И тут же все подписал. Не оттягивая снова к Нинаюту, щойно подготовлена постанова Верховной Рады Украины про надание сгоды на притягивание до криминальной ответственности народного депутата Украины Онищенко. И я подписываю эту постанову. И с этого момента данное решение вступает в дию. Лишению иммунитета Онищенко в общем и был посвящен день работы Рады. Неприкосновенности лишили еще нескольких судей. И на этом парламент себя исчерпал. Вечернее заседание открыли и сразу же закрыли. Трибуну заблокировали из-за тарифов. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер. Пересмотреть тарифы завтра будут требовать не только политики, но и профсоюзы. Они готовят всеукраинский марш протеста. Прийти собираются и к зданию парламента, и к Кабмину. Требовать намерены адекватные цены на коммуналку и повышение трудовых доходов. Мы требуем не идти на каникулы летние, доки вы не разберетеся разом, каким чином была установлена экономично обрунтована цена на газ, каким чином НК регулирования энергетики и житлокомунальных послуг принимала ответы решения о увеличении тарифов. В том, что новые тарифы на коммунальные услуги экономически необоснованы, уверяют и эксперты, и призывают украинцев оспаривать их в суде. Так есть ли шанс уменьшить суммы в платежках? Посмотрите в нашем следующем материале. Разгар лета Диана идет платить за использованное в феврале отопление. Коммуналка, говорит, съедает треть ее дохода. За зиму накопилось почти 4000 гривен долга. Диана подсчитала, в 60% населения, которое смогут оформить субсидию, она не попадает. Поэтому платежек в новом отопительном сезоне ожидает с ужасом. Беспокоят новые тарифы людей с далеко не скромным доходом. Я живу в очень небедном коттеджном поселке под Киевом. Я давно уже перешел на пилетный котел, еще два года назад. А сегодня, когда я вижу, как мои соседи заготовляют дрова, я понимаю, что они собираются, они газ платить. Мы убеждены в одном. Цена на газ придумана с потолка, привязка к немецкому хабу абсолютно искусственная. За два последних года газ подорожал на 210%, горячая вода на 80%, электроэнергия на 70%. А доходы населения выросли максимум на 20%. Такая диспропорция, прогнозируют эксперты, может привести к платежному кризису и банкротству теплокоммунэнерго. Не спасут даже обещанное правительством субсидии. Облгазы, приватные обленерго, вымагают не пильными субсидиями и платежами, а живыми коштами. Потому что при таком великому проценте населения, которое используется пильами и субсидиями, живых коштей не выстачает. Зарплату пильами и субсидиями, как известно, работникам заплатить неможливо. Что же делать? Юристы советуют обращаться в суд. Эти постановы, в принципе, уязвимы с точки зрения права. И можно подавать жалобы, административные иски в административный киевский суд. Мы уже подали около 10 исков к кабинету министров Украины, к национальной комиссии, которая устанавливает соответствующие тарифы. Что тарифы не обоснованы, у них нет экономической базы. Но суды предпочитают останавливать производство по делу, для того, чтобы не отменять эти постановления. А пока идут суды потребителям, похоже, придется потуже затягивать пояса и оплачивать дорогую коммуналку. Ведь государство уже подстраховалось, собирается забирать у должников квартиры. Ирина Романова, Владимир Дедович, Слав Ролов, подробности, Телеканал Интер. А вот каким образом и за какой долг у вас могут отобрать квартиру, я напомню. Задолженность за коммуналку в 14,5 тысяч гривен. Вот повод для суда разрешить продать ваше жилье. Выбивать долги уже через 3 месяца смогут и частные исполнители, когда вступят в силу соответствующие законы. А сейчас взысканием занимается только госслужба. И она уже накопила долгов более чем на полтриллиона гривен. Только около 2% этой суммы удалось вернуть. На частных исполнителей и надеются депутаты. Они, в отличие от государственных, не смогут выселить из квартиры и взыскать деньги с коммунальных или госпредприятий. В основном будут возвращать долги перед банками, говорят эксперты. Но вот какими методами и кто это станет контролировать, до сих пор не ясно. В следующих выпусках мы попробуем во всем разобраться. Смотрите подробности. В эти минуты премьер Владимир Гройсман встречается с главами парламентских фракций. Что за срочность? Мы попросили узнать у Ирины Романовой. Она уже на месте. Ира, спасибо за оперативность. Я тебя приветствую. Скажи, я не сильно ошибусь, если предположу, что глав фракции уговаривают, наверное, не блокировать трибуну. И если так, то что предлагают взамен? Алексей, добрый вечер. Ну, собственно, информации на данный момент очень мало. О том, что встреча состоится, стало известно из странички в Твиттере пресс-секретаря Владимира Гройсмана, Дмитрия Столярчука. Он написал, что в 19.15 премьер собирается встретиться с главами парламентских фракций и обсудить условия разблокирования парламентской трибуны, которую заблокировали после обеда фракции радикальной партии Лешко и Батькевщины. Они требуют снизить тарифы, напомню. И, собственно, обсудить условия. Но вот сейчас, на данный момент, никто из здания кабинета министра не выходил. То есть, возможно, встреча продолжается. Если продолжается, то уже она длится около часа. Но мы остаемся здесь и попытаемся все-таки узнать у нардепов, о чем говорили, о чем договорились. Но это уже будет известно позже. Понятно. Спасибо, Ира. Попытайтесь узнать как можно больше подробностей. Вероятно, встреча будет дольше длиться, чем даже несколько часов. Ведь она очень важна. У депутатов осталось полтора недели на работу. А сам кабин говорит, что у них накопилось очень много жизненно важных законопроектов, которые необходимо проголосовать. Спасибо, Ира. Ривне приходит в себя после вчерашнего янтарного Блицкрига, когда во время экстренного визита генпрокурора и главы СБУ там были арестованы высокие чины в погонах. Подробностями этой спецоперации с нами поделится моя другая коллега Инна Белецкая. Она на связи. Инна, приветствую тебя. Мы слушаем внимательно. Алексей, очень много шума наделала операция генпрокуратуры, СБУ и нацполиции Ренненской области. Громкие задержания, более сотни обысков, спецподразделения, спецтехника и даже вертолеты. Масштабы этой операции трудно сравнить с какой-либо другой. Да и присутствие накануне лично генпрокурора и главы СБУ прибавило событию важности. По их словам, преступную схему и группировку покрывали и координировали зампрокурора области и подполковник контрразведки СБУ. Схема была простой. За пользование ботопомпами требовали деньги. В случае отказа – задержание. Группировка вела черную бухгалтерию. Роли были четко распределены. Контролировали не только добычу, но и продажу янтаря. По словам силовиков, это миллионные прибыли каждый месяц. Также Юрий Луценко заявил, это не единственное ОПГ в янтарном бизнесе. Все происходящее здесь – топ-новость. Ведь работающий здесь давно оперативный штаб таки не смог показать каких-либо серьезных результатов. Все подробности, которые нам известны о спецоперации, я предлагаю посмотреть в сюжете. Областная прокуратура. Именно отсюда начинается операция по раскрытию ликвидации янтарной группировки. Бойцы СБУ в масках и с оружием задерживают одного из самых медийных украинских прокуроров. Любителя комментировать янтарные скандалы. Параллельно обыск в центре Ривны здесь около месяца назад местные СБУшники пытались провести инвентаризацию отданных на хранение вещдоков янтаря. Это Укртехпостач монополист в экспертной оценке и хранении янтаря в Западной Украине. За версией следствия, именно тут сохранялся Бурштин, который организован в злочинном группировании. Позже подменили крупную фракцию на меньшую, что, как вы понимаете, в разы изменьшило его вартость. И пригласили себе наибольшие дорогие частини Бурштину, которые получались из Волинска, Ривницка и Житомирской областей. Параллельно обыск проводят у зампрокурора дома, находят коллекцию часов, самые дорогие из которых стоят более 600 тысяч долларов, золото, деньги и оружие. Хотя за прошлый год чиновник задекларировал всего 245 тысяч гривен дохода. Содержание еще одного координатора группировки проходит без журналистов. Имя его не называют. В Дубровицу на обыск спецназначенцы прибывают на вертолете. В райцентре переполох обыскивают и руководителей двух районов. Их уже сегодня спешит оправдать губернатор. Хочу також развеяти всі домисли стосовно всіх цих операцій, стосовно голів адміністрації в першу чергу. Були проведені обшуки, відповідно, у голови Дубровицької адміністрації і у голови Ракетнянської державної адміністрації. Жодних звинувачень висунуто не було, затримань не проводилось. Всего в ОПГ входило 32 чоловіка. За кожну помпу і за кожний виход старателі відчислили дань руководителям із правоохранителі і адміністраційній вертикалі. Це гроші достатньо значительні. Ми оцінюємо їх як в місяць мільйонів доларів. Із Рівни в Київ везуть чотирьох задержанних. Це зампрокурора, підполковник СБУ, два бувших начальника райотдела. В Києві задержують ще одного члена групування із уголовного міра по прозвищу Ушатый. І вже сьогодні розкрывають некоторые детали операции, которую тщательно планировали нескільки місяців. Якщо заїде 500 людей, то ми розуміємо, що за годину всі розбіжаться, всі поїдуть і нікого ми не зарештуємо. Тому це ми вирішили піти іншим путем. Оперативний склад ми відправили на навчання в Львівській області. Основний контингент по п'яти фігурантам вже був на території і чекав тільки команду. Сообщають об'яз'ятті чорної бухгалтерії, обіцяють, доказательні бази хватить для громких і успішних судебних процесів. Ви побачите відео аудио, де злоумисники обговорюють, кому скільки належить, як вони ділять. Ми вилучили чорну бухгалтерію, яка розписана, хто скільки отримував. Ми отримали санкціоновані записи розмов, де обговорюється у кого яка доля. Це не останні злочинні роботи, які діють навколо незаконного видобутку бурштину. Уже завтра задержанным должны избрать меру пресечення. Інна Белецкая, Николай Василюк, подробності, телеканал «Интер». І своя, вже не янтарна, а песочна республіка растет в Київській області. В облсовете сегодня озвучили, каждый місяць в регіоне нелегально добувають більше мільйона тонн песка. Теневой оборот составляє сотні мільйонів гривень. По словам активистів, які не перший год борються з чорними копателями, все це происходит при непосредственному участиї правоохранительних органів, в частности, местной прокуратуре. Засоби масової інформації розповсюджуються, це відповідна інформація про причетність. Ну, знову ж таки, жодної заяви до цього часу не надійшло. Однозначно, нелегальне видобування піску в Київській області, зокрема, відбувається з мовчазної згоди прокуратури, в першу чергу, та поліції. За нашою інформацією, коли ми робили розслідування, суми досягають 20 тисяч гривень. Тобто щомісячно регулярно дається 20 тисяч гривень. Це з однієї точки нелегального видобування піску. Позиція прокуратурі, мягко говоря, удивляє. О причастності к добыче піску сотрудників органів неоднократно заявляли журналисты, екологи і гражданські активісты. Річ іде о нелегальних точках в Броварському, Києво-Святошинському і Абуховському районах. Ряд заявлений были направлены непосредственно прокурору Києвській області. Але черні копатели обычно лише приостанавливають роботу на время шумихи, а спустя несколько днів земснаряди і бульдозери знову возвращаються. Чому нелегальний пісочний бізнес із года в год процветає і хто в органах його покрыває? Подробності готовять спеціальний репортаж і ждуть реакції прокуратуры. О приступній схемі расскажемо вже в ближайших випусках. Дерзке притуплення прямо в центре столицы завершилось летальным исходом. Тяжелоранений 5 днів назад на Печерской площади Іван Апанасюк скончался в больнице. Директор одной із київських стоматполиклиника Апанасюк был расстрелян в своєм внедорожниці утром 1-го іюля. Обоим притупникам удалось скрыться на мотоцикле, несмотря на действия полиції і объявленний план перехват. Стрелявших так і не поймали. До сих пор у следствия є тільки версії причин покушення. Поки нічого существенного узнать не удалось. Обещають що-либо сказати тільки завтра. Продолження історії о резонансному ДТП с участием бувшого топ-менеджера «Укрзалізниці» Іваном Федорко. Журналисты іздання «Левый берег» заявили, що медики дорожной поликлиники, которая подчиняється транспортной госкорпорации і де знаходиться уволений чиновник, не дають провести аналіз крові на содержание алкоголя. Неужели чиновник сможет избежать ответственности за п'яное ДТП? Руслан Сміщук следив за розвитком событий вокруг этой резонансной аварії. Івану Федорко, бувшому топ-менеджеру «Укрзалізниці», не вдасться избежать ответственности за п'яное ДТП. Хоча кровь на аналіз взяли почти через сутки, современная апаратура може установити количество алкоголя в организме чиновника, уверяют правоохранители. Ці зразки, які в нього взяли в присутність понятых, вони будуть проведені експертизи навіть не в цьому лікарняному закладі, а в іншому. А вот охранників Федорко, которые отбили його у следователя, не только не поймали, но і до сих пор не установили їх личності. Експерты вже називають це серйозним іміджевим ударом по поліції. Ці залишався був незамедлительно, в течінні короткого отрізка времени найден, так сказати, задержан. Вместе с цими охранниками складывається така цепочка полной беспомощності проохранительной системи. Сан Федорко продолжає знаходиться во 2-й дорожній клініці Києва. І хоча його перевели з реанимации в кардиоотделення, журналистов к чиновнику не пускають. У двері палаты дежурит полицейський. Ещё несколько на выходах. Добре поводитися, виконую всі процедури, визначені лікарем. Питань до нас немає. Благодаря резонансному ДТП начали всплувати неожиданні факты о сім'ї Федорко. Журналисты установили, 19-летня дочь екс-чиновника владеє транспортною компаниєю, которая, як подозревають, пользовалась преференціями управління логістики і грузоперевозок Укрзалізниці, которим і руководив Іван Федорко. Впрочем, удивляться тут нечему, заявляють експерты. В системі закупок, таких прокладок всевозможних, які участвують в схемах, ну, сотні, їх сотні на самом деле, просто потому, що сама система в своє время була создана так, щоб она работала исключительно на схеми. В самой же Укрзалізниці новый руководитель Войцех Бальчун обещает сделать систему закупок прозрачнее і надеється, що вже зовсім скоро зможуть быстро увольняти погорівших чиновників. Зараз це робить не позволяє законодательна бюрократія. Ми рассчитываем на змінення в законодательстві, тому хотіли б иметь возможность сразу же увольняти того чоловіка, которого поймали на корупції. Що ж до пострадавшей в аварії сім'ї фотокора Максима Левіна, його 4-х літній сін йдет на поправку. Жена готовиться к операции. Сам Максим надеється, що благодаря резонансу, закон в цьому власне восторжествует. У сіна Йоремы состояние более-менее нормальне, то есть ведет он себя хорошо, активно. Не, не, поймите, или у мої жени жаждається мести, чего-то там наказати, ну, спокойно. Это должно быть прецедентом. Человек должен принести наказання. Несмотря на то, що він богатий человек, несмотря на то, що він там приз каких-то власті, полномочия. Руслан Смещук, Алла Матюшок, Андрей Кузнецов і Олег Неведомський. Подробности телеканал «Интер». Кулачное право вместо агитации. Председателя окружно-избирательной комиссии по округу номер 114, это в Луганской области, Евгения Байрамова, жестоко избили накануне. Светлана Шекера с подробностями. Около половины десятого вечера у подъезда дома в Севердонецке Евгения Байрамова поджидали неизвестные. Они напали на главу терезбиркома и жестоко его избили. Евгений потерял сознание. Полицию вызвали прохожие. Поступило сообщение от граждан о том, что возле подъезда одного из домов лежит гражданин без сознания. Было установлено первоначально, что двое неизвестных избили гражданина. Ну, как бы, без каких-то видимых причин. Первую медицинскую помощь Евгению Байрамову оказали в Севердонецке. Война поступила с закрытой черепно-мозговой травмой, контузионными ушибами, множественными контузионными ушибами мозга. Есть повреждения мягких тканей головы и лица. Тяжелая травма глаза. Поскольку травма глаза сложная, пострадавшего из Севердонецка перевезли в Харьков. Потеря была сознание полная? Потеря полная была. Ну, полный пол. Ну, глаз у меня не видит света вообще. Все, возможно, не будет лечь. Что вам что-то делать? Никто я расскажу. Ну, врачи занимаются. Сегодня после обиды Евгения прооперировали. Врачи говорят, сделали все возможное. Но прогнозов не дают. Впереди длительное лечение. И пострадавшие, и коллеги по партии связывают нападение с его профессиональной деятельностью. Евгений Байрамов возглавляет территориальную избирательную комиссию в Луганской области. Представляет оппозиционный блок. 17 июля в Луганской области должны пройти внеочередные довыборы в парламент. Будут избирать депутата, который займет место Юрия Горбуза, ставшего главой Луганской военно-гражданской администрации. Однопартийцы Евгения уверены, он пострадал из-за своей принципиальной гражданской позиции. Угрозы в свой адрес Байрамов получал неоднократно. Сегодня в сети можно найти, когда ему угрождают и предупреждают, если он будет вести такую же принципиальную позицию, с ним расправиться. Я прошу вот это обращение считать официальным запросом в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел, чтобы нашли, и они лежат на поверхности, тот, кто заказал это преступление. Активисты гражданской сети «Опора» уверены, нападение – не что иное, как политический заказ. Полиция рассчитывает несколько версий и мотивов этих событий, но большинство сфеляется до политических, профессиональных аспектов деятельности этой особи, так как она не имеет собственного бизнеса, а не ведет какую-то деятельность поза профессиональной, партийной работы. Глава Луганской облгосадминистрации Юрий Горбус сегодня обратился к правоохранителям с требованием расследовать происшествия и обеспечить безопасность и членам избиркомов, и тем, кто придет на избирательные участки 17 июля. Пока же полиция проводит расследование нападения на Байрамова. Открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». В Николаеве мэр города в нетрезвом виде явился на встречу с жильцами многоэтажки. Об этом сам рассказал в эфире местного телеканала. Чиновник вместе с депутатами горсовета сначала праздновал день рождения коллеги, а после под шофе поехал на встречу с людьми. Во что вылился такой казус, расскажет Кирилл Ющишин. Все произошло в прошлую пятницу. В Николаеве на очередное заседание собрался горсовет. После сессии прямо в здании исполкома городской голова вместе с главами депутатских фракций решили раздавить пару пузырей за здоровье именинника. В тот день у одного из депутатов был день рождения. После застолья мэр и депутаты поехали на встречу с жильцами многоэтажки, где 20 лет уже не работает лифт. Я люблю шутить, но я сейчас говорю очень серьезно. Все вы находитесь в одинаковых условиях. Если вы купили свою квартиру или вы купили свой дом, вы находитесь в одинаковых условиях. Несвязная речь, мало кому понятные шутки. Таким получился разговор. Жильцы дома сразу же поняли, что чиновники под шофе. Поэтому серьезного разговора не получилось. Об инциденте никто не распространялся, пока мэр Сенкевич сам не рассказал в эфире местного телеканала. Вот откровенно говорю, то есть мы в честь дня рождения выпили, я выпил три рюмки коньяка. Я хотел бы извиниться перед жителями дома Садова 50. Шутили, никаких смеялся, рассказывал, решали все проблемы. А вот соцсети просто взорвались от этой новости. О пьяном мэре написал, наверное, каждый и сторонник, и оппонент городского головы. Пользователи окрестили Сенкевича как мэра, который пробил дно бутылки. Сейчас что не произойдет с любым чиновником, тут же фейсбук на это реагирует, появляется видео, у кого-то это был смартфон, записали. То есть сейчас намного сложнее мэру или другим чиновникам скрыть свою нетрезвость. Местные политические обозреватели сфокусировали свой взгляд не на самом факте распития мэром алкоголя в рабочее время, а на то, с кем он пораздновал. За одним столом оказались представители всех политических сил, как будто и разногласий между ними никаких нет. И поговаривают, мэр выпил гораздо больше, чем три рюмки. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов, подробности телеканал Интер, Николаев. Ну а вот мэру Львова головной боли добавили социологи. Они подсчитали, более половины львовян не удовлетворены работой градоначальника. Как показал соцопрос, проведенный группой рейтинг, 56% горожан полагают, что Андрей Садовый плохо справляется со своими обязанностями. Треть опрошенных обвиняют власти Львова в трагедии на Грибовичской свалке, где после ликвидации масштабного пожара под завалами мусора погибли трое спасателей. Еще 23% виновниками этого происшествия называют власти области. Печерский райсуд Киева арестовал имущество жены экс-министра финансов времен Януковича Юрия Колобова. Это две квартиры. Одна площадью почти 200 квадратов и вторая более 300. Арест наложен в рамках уголовного производства по подозрению Колобова в совершении преступления, присвоении растрата имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Напомню, в конце мая по ходатайству ГПУ на счетах беглого экс-министра было арестовано почти 200 миллионов гривен. В марте 2015 года Колобов был арестован в Испании, где проживал в собственном особняке, однако Мадрид отказался выдавать его Украине. Президент сегодня в Славянске. Там отмечают вторую годовщину освобождения города. Петр Порошенко вручил государственные награды ряду украинских военнослужащих, почтил память павших. Кроме того, глава государства проверил ход восстановления телерадиовышки на горе Карачун вблизи города. Ее разрушила артиллерия врага, чтобы прекратить трансляцию украинских каналов на Донбассе. Президент отметил, возобновление трансляции отечественных каналов это защита права народа на правду и дал срок в два месяца на завершение работ. Вместе с тем отметил, государство сделает все для восстановления всей инфраструктуры Донбасса, как на украинской, так и на оккупированной территориях. Мы сделаем все, чтобы мир повернулся и на оккупованную часть Донбасса. С серпня 2014 года, лишь в Словянске, Миколаевске и Семеневске было восстановлено 420 объектов социально-житрового призначения. По месту Краматорск, хотя не много меньше постраждало от войны и агрессии, восстановлено 190 объектов. И вот буквально только что появилось сообщение от пресс-секретаря президента Святослава Цыголко. На своей странице в фейсбуке он пишет, глава СБУ только что доложил Петру Порошенко об освобождении полковника вооруженных сил Ивана Безязыкова. Он находился в плену с августа 2014 года, то есть почти два года. Пока больше никаких деталей не сообщается. Этой радостной новостью я заканчиваю сегодняшний выпуск. Спасибо, что смотрели подробности. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова